Еще с древних времен бабочки ассоциируются с красотой, весной и вечностью. У древних греков бабочка считалась символом бессмертия души. Они изображали богиню-психею в виде девушки с крыльями бабочки. В Юго-Восточной Азии их сейчас к ним относятся с особенным трепетом. Если в дом залетела бабочка, это к счастью. В Индии их дарят друг другу влюбленные на свадьбе в знак любви и верности. А как славянцы относятся к живым порхающим цветам, расскажут мои коллеги. У каждого жителя Славянского района появилась прекрасная возможность окунуться в атмосферу тропических джунглей и увидеть ее обитателей – бабочек вживую. Но для того, чтобы ощутить себя в тропиках, не обязательно туда ехать. У славянцев появилась возможность увидеть частичку этого мира благодаря выставке живых экзотических бабочек. Одними из первых их смогли увидеть воспитанники Славянской школы-интерната. Я никогда не видела таких бабочек, но я первый раз их увидела. Мне понравилась бабочка, которая сердечкая, и которая на полнолунию, которая похожа. Мне понравилась. Из этой коллекции мне понравились все бабочки. Вот, например, которая сидит сейчас на мне. Она очень красивая, и мне сказали, что она садится на тех, кто добрый. Этих бабочек я запомню надолго и, может быть, даже постараюсь нарисовать. Мне понравились здесь все бабочки и фонтан желаний. И столик, где бабочки едят. Они просто удивительно едят. Температура плюс 25, влажность 70%. Идеальные условия для жизни тропических бабочек. В свободном полёте в специальной комнате пока всего несколько десятков этих насекомых. Остальные появятся на свет в ближайшее время. В зале установлен инсектарий – роддом для бабочек. В наш город они приехали в виде куколок и рождаются прямо на выставке. На этот раз юным посетителям посчастливилось увидеть момент появления бабочки из кокона. Удивительно, но посреди холодной осени посетители встретили бабочек из Бразилии, Аргентины, Парагвая и из Юго-Восточной Азии. В основном все куколки, что к нам приходят, это плантации Филиппин и Коста-Рика. Здесь у нас не инкубируются. Ну, соответственно, расправляют сушат крылышки. Мы их выпускаем. Они летают. Летают вокруг посетителей, садятся на них. Если, ну, совет обычно даю, когда родители звонят, хотят деток привезти, я им советую надеть яркую одежку, потому что бабочки очень любят цвета яркие. Иногда даже сами садятся на деток. Порхающие цветы. Этот титул давно закрепился за бабочками, о красоте которых невозможно рассказать. Лучше увидеть их своими глазами. Надежда Неткочева, Александр Косицын, программа «События».